МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Баян Ханалиевна. Здравствуйте, добрый день. Когда образовался Центр правовых услуг и кто был инициатором его создания? Центр правовых услуг начал свою работу с 12 июля 2017 года. Инициатором создания данного центра явилась Генеральная прокуратура. Центр был необходим для повышения уровня доверия населения к государственным органам, а также правоохранительным органам для оперативного разрешения обращений, заявлений граждан, которые и письменно, и устно обращаются во все государственные органы, а также в том числе в правоохранительные органы. Баян Ханалиевна, а какие цели и задачи преследует Центр правовых услуг? Самая наша основная задача – оперативно, быстро и качественно разрешить заявление, потому что гражданин к нам приходит с той или иной проблемой, с тем или иным вопросом для разрешения, для получения профессиональной юридической помощи, будь то судебные иски, будь то по земельным, гражданско-правовым отношениям. То есть спектр вопросов, по которым обращаются граждане со своими вопросами, это очень большой спектр, и, естественно, они идут в государственные органы, в правоохранительные органы, чтобы получить профессиональную помощь юридическую. По каким чаще вопросам обращаются граждане в Центр правовых услуг? Человек пришел направить исковое заявление в суд через судебный кабинет, и составить данное исковое заявление, он идет к нам, мы помогаем оформить данное исковое заявление, и он уже с приложением всех документов, не уходя, не выходя, никуда, идет в Центр обслуживания населения, и уже он направляет свое исковое заявление в суд. И ждет дальше уже приглашение. Ежедневно, я хочу сказать, что к нам в Центр более 50, около 100 человек обращаются с разными вопросами. И одним, на моей памяти, в вопрос обратилась Елена Меклингер. Был у нее договор купли-продажи, который был составлен в 2004 году, и где были допущены ошибки, что ей не позволило оформить квартиру на основании вот этого договора приватизации. И обратившись к нам в Центр, она получила консультацию о том, чтобы она письменно обратилась в жилищный отдел Акимата, получила письменный ответ, могут ли они исправить данную ситуацию, то есть внести, исправить вот эти ошибки договора. При получении отрицательного ответа она имеет право обратиться в суд, и на сегодняшний день она обратилась в суд. Мы помогли в составлении обращений с искового заявления в суд. Этот иск называется об установлении юридического факта, и на сегодняшний день это их исковое заявление на рассмотрение. Ваенха Наливна, на днях мы приезжали к вам в Центр услуг и снимали сюжет. Давайте посмотрим сюжет, а после вернемся в студию и продолжим беседу. История Нурдаулета Нуртелеувича началась в ноябре прошлого года, когда у него, проработавшего почти полтора года в одной из организаций, возникли проблемы с полной выплатой заработной платы. С июня 2017 года по ноябрь 2018 года работал в ТО «Горсвязь». В октябре месяце с меня и с 14 человек удержали заработную плату от 4 тысяч до 67 тысяч заработную плату, больше 50%. И мы же с жалобой обратились в департамент инспекции труда. Департамент труда вынесло постановление о незаконности данного деяния, и нам должны были выплатить всю заработную плату в полном объеме. Однако постановление не было исполнено. И тогда Нурдаулет Нуртелеувич обратился с заквалифицированной помощью сначала к юристам. Потом мужчина нашел более рациональный путь решения своего вопроса – Центр правоохранительных услуг. «Написали письмо в прокуратуру по месту нахождения ТО «Горсвязь» – это город Алма-То. И ждем решения прокуратуры. Прокуратуре объяснили, что вопрос о выплате зарплаты находится на особом контроле». В этом году будет два года с момента открытия Центра правоохранительных услуг. За это время сотрудниками Центра было принято более 12 тысяч людей. Из них 1944 обратились непосредственно в прокуратуру. Большинство вопросов касались земельных и жилищных отношений – 388 обращений. На третьем месте по нареканиям трудовые вопросы – 174 обращения. Далее было 25 вопросов касательно налогового законодательства. Еще 309 лиц обратилось по гражданско-процессуальному законодательству, 234 – по административному законодательству, 172 – по банковско-кредитным отношениям, по досудебному расследованию обратилось 118 человек, еще 130 лиц по семейно-бытовым отношениям. Действия должностных лиц госорганов также были критически восприняты – 7-10-8 лицами. Как показывает статистика, в самую последнюю очередь население обращается в Центр правоохранительных услуг по фактам ДТП – 22 обращения. По вопросам здравоохранения, образования и начисления пенсии и пособий в целом обратилось 159 человек. На сегодняшний день основная проблема заключается в том, что многие граждане нашего города прописаны по одному адресу, проживают по другому. И судебные исполнители в процессе возбуждения исполнят производство, накладывают аресты на имущество и направляют постановление по месту проживания, то есть по месту прописки. Жители проживают либо снимают отдельно при реализации имущества, либо при выезде за границу, они узнают об этом и приходят сюда уточнить причину. Мы даем разъяснительную работу, консультируем на бесплатной основе. Это аресты в основном, ограничения на выезд за пределы РК. Если посетитель обращается в центр, то существует определенный алгоритм приема граждан. Сервис-консультант, который встречает обратившегося, выясняет причину посещения. Далее, в зависимости от характера вопроса, направляет к сотруднику центра. Сотрудник же центра либо консультирует в рамках своей компетенции, либо направляет его к своему коллеге по делу производства. В центре работают 12 специалистов разного профиля, в том числе и профессиональный медиатор. Очень много вопросов обращается по бракоразводным процессам. К сожалению, было заседание в Нуратане, где я участвую. Там, значит, статистика давала, что, мол, по сравнению с 17-м году, в 19-м году уменьшился бракоразводный процесс. Но я лично, вот эти статистики, в принципе, что-то мне не нравится. Почему? Потому что я вижу, что ко мне очень много приходит по этому вопросу. Я даже задавал специалисту вопрос, я говорю, а как же это вы такую статистику даете? Ну, вот нам так. Я говорю, когда я вижу, что каждый день ко мне приходит по бракоразводным процессам. И по спорам, трудовым спорам приходит. И очень много, которые люди спорили, отдавали долги. И вот по ним очень много приходит. Конечно, приходится решать. Был один, значит, такой, приходили пары, они уже решили разводиться. Но я их помирил. И они, конечно, были очень довольны. Центр правоохранительных услуг в данный момент находится в Народной канцелярии по улице Газизы Жубановой, 249. Здесь можно получить любую консультацию по правовым вопросам в рамках компетенции уполномоченных органов. Также здесь вам помогут составить проект жалобы или заявления в суд. Запишут на прием к руководителю полномочного органа. А также здесь предоставят сведения о ходе рассмотрения обращений и выдачу копий ответов. Все задачи, которые были поставлены перед центром, в данный момент выполняются в надлежащем порядке. Сейчас в сюжете мы видели обратившегося Нурдаулета. Расскажите, пожалуйста, более подробно его историю. Данный гражданин Туктибаев, он обратился к нам с вопросом по трудовым отношениям. Как мы знаем по действиям законодательства, а именно по Гражданскому операционному кодексу, вопрос трудовых отношений является вопросом особого производства. То есть данный вопрос должен разрешаться незамедлительно. Для этого выписывается предписание для немедленного исполнения. В данном случае он, работая в ТО, уволился и ему недоплатили заработную плату. То есть неправильно начислили заработную плату. Это было в 2018 году. И обратившись к нам в Центр правоохранительных услуг, мы дали консультацию о том, что он имеет право обратиться в Департамент труда. Обязательно это хронология обращения, чтобы в дальнейшем получить правильный и нужный ответ. В данный момент он получил уже ответ с Департамента труда, где доводы, указанные в его заявлении, нашло свое подтверждение. И руководство ТО было оштрафовано, и его зарплата должна быть доначислена. Данное ТО, то есть руководство, главный офис находится в городе Алматы. В связи с этим мы посоветовали Токтебаеву обратиться в прокуратуру с письменным заявлением, что прокуратура уже в дальнейшем содействовала в немедленном исполнении предписаний, которое было вынесено Департаментом труда. И в дальнейшем его права были защищены, и он, естественно, получил свою зарплату. Ваент Ханалиевна, расскажите, пожалуйста, какими законами руководствуется Центр правовых услуг? В первую очередь работа Центра правовых услуг основана на законе Конституции, самый основной наш закон, где прописаны все права граждан и человека. Кроме того, основным из законов, которыми мы руководствуемся, это закон о прокуратуре и другие нормативные акты президента, подзаконные акты, на основании которых мы осуществляем свою работу, а также даем свою юридическую помощь. Это гражданско-правовые законы, уголовное законодательство. Сейчас в сюжете мы показывали и специалистов, которые принимают граждан. Расскажите, пожалуйста, а сколько таких специалистов в Центре правовых услуг и какие обязанности они выполняют? Хочу отметить, что вообще связь, работа со всеми госорганами во главе прокуратуры, в данном случае прокуратуры Акчевинской области, осуществляется на основании меморандума, который изначально был подписан со всеми государственными органами во главе с Акиматом и со всеми государственными органами. Это и департамент юстиции, и частные судебные исполнители. То есть, придя в Центр правоохранительных услуг, обратившись к нам, человек по вопросу, по которому он обратился, направляется к тому или к другому госоргану. Даже в данном нашем Центре правоохранительных услуг с самого начала работы ее присутствует и осуществляет свою работу непосредственно консультацию. Это департамент юстиции, частные судебные исполнители. Кроме того, есть департамент полиции в лице, административная полиция, которая принимает все штрафы и вносит в базу и в дальнейшем отвечает на все вопросы. Также у нас есть два профессиональных медиатора, которые занимаются досудебным примирением, а также медиатор-психолог, который осуществляет на месте по тем или иным психологическим вопросам. Кроме того, у нас дают консультацию адвокаты, которым люди непосредственно обращаются. Также у нас есть два нотариуса, которые также осуществляют консультивную часть и при уже составлении непосредственных сделок это уже индивидуально. Я считаю, это очень удобно и люди, которые к нам обращаются, об этом всегда говорят, что мы на сегодняшний день находимся и работаем в здании народной канцелярии, где дислоцированы все подразделения государственных органов, в том числе и Центр правительственных услуг. То есть удобно в чем, что обратившись в народную канцелярию по тому или иному вопросу, человек в любой момент с любым вопросом может сразу же в этом же здании подойти в Центр правительственных услуг. Валентин Алиевна, и напоследок хотелось бы узнать, какие госорганы помогают в разрешении вопросов? Ну, как вы сами убедились и как я уже сказала, более 10 госорганов в нашем центре сидят. Например, к профессиональным медиаторам приходят люди в основном с бракоразводными вопросами, которые, попав к медиатору, уже получают непосредственно психологическую и профессиональную помощь, не до ведения вот этого конфликта до суда. То есть приглашаются стороны, это муж и жена, и уже идет беседа с ними, чтобы они сохранили семью, это ради детей и так далее. И в связи с этим хочу отметить, что вот с начала работы медиаторов браков, разводов уменьшилось на более 16%. То есть огромная, я считаю, работа идет по разрешению, рассмотрению, обращению граждан в наш центр. А мы напомним, что сегодня в студии у нас был старший помощник прокурора Актюбинской области группы Центра правовых услуг Алишева Баян Ханалиевна. Спасибо огромное вам за беседу. Мы бы хотели напомнить, если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и на сайте прокуратуры Актюбинской области. У двух ведомств есть свои странички в социальных сетях. Все контакты вы сейчас видите на своих экранах. Всего доброго, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин